Это вот так вот жре загнивающий капиталист и русофоб проклятый. Колись его нежинка поехала на большую землю, ну что-нибудь там жрату покупать и почту проверить. Сука, Старлин кинул, ну и Лоня, ну и Лоня, блин. Ну не то, что кинул, тарелку прислала, она застряла, блин, уже две недели где-то там на посте. На хера такое делать, а, блин? Издеваются, как хочут, блин. Что-то у меня харя все крупнее и крупнее становится, или так кажется, пацаны, а? Так, черная футболка траурная, почему? Хочу помянуть, блин, минутой молчания народного героя Российской, значит, Федерации, кумира и любимца всех людей Вовчика Жириновского, блин. Вот, вот, вот это, вот это, вот это, не хороните, сука, положите рядом с Лениным, блин, чтобы знали лицо этой страны, этой державы, блин. Вот таких уродов, блядь, они любят, сука. Я никогда не матерюсь, бля, но это, я уехал в 93-м, и в Германии, вот, в 95-м или 96-м люди ко мне подходили, слушай, а как ты считаешь это? Правда, Жириновский там нападет, нет, это? Это говно тогда уже орало всем, я вас водкой дешевое завалю, да мы там всех там закидаем кирзовыми сапогами. И всю жизнь он оставался их кумиром. Это ваше лицо, твари, это, сука, вы, блин, это фашики, вот это, это все, вот это, жирики и все это остальное говно, это вы, вы, это ваши кумиры, блин, обычное такое советское, типичное такое военное быдло, говно, наглое, развязное. Братья-украинцы, памятник ему поставьте, помните, когда началась эта херня, он еще там собирал что-то автомобили, Нивы или что отправлял, чтобы освобождать, блин, Донбассы и Лугански, и Крымы, блин, капец, блин. Есть хоть вообще, вообще, ну, хоть, хоть не знаю, блядь, ну, хоть какой-то полуумный, блин, ну, нормальный человек на Руси хоть остался, хоть один. Я вот часто теперь вижу эти сообщения об изнасиловании, о других издевательствах и понимаю, что, когда такое происходит людям, совсем не до этого, но, тем не менее, знаете, такая мысль всегда это возникает так подспудно. Здесь, в развитых странах, DNA это очень большое дело, и, ну, допустим, любое выделение у человека, слюна, кровь, сперма, это стопроцентное, значит, это может это послужить доказательством, и потом даже через 20, 30, 40, 50 лет находят людей, кто это совершил, даже иногда производят экскурмацию трупов и прочее. И поэтому, ну, хотелось бы услышать, я думаю, что наука все равно, даже с помощью Запада, достаточно развита. Хотелось бы услышать от правительства, чтобы обратились к людям, когда происходит такое, чтобы попытались сохранить вещдок какой-нибудь. И если, ну, допустим, изнасилованная женщина может сохранить нижнее белье, и потом это будет просто стопроцентным доказательством, пусть, ну, там, пусть хоть и залгутся, и заврутся, но когда этих Васей, Петей и Митей привлекут, и DNA просто стопроцентное, ну, ну, все, ну, больше ничего не нужно, никаких там уговоров, споров, доказательств. Ну, как-то вот хотел подлиться такой мыслью. И даже не нужно никакие-то безумные, там, суды, там, Гааги или что, и даже не нужны никакие безумные массады, может. А просто, если вот есть такое подозрение, есть такое доказательство, просто человек подбирает окурок, выброшенный потенциальным преступником, и уже потом, если это подтверждается, потом уже Васю кастрирует. Комментариев много, конечно, все в основном, что дядя Вова красивый, умный, симпатичный, неотразимый, но есть и от упырей немножко, и спрашиваешь это, ну, просто в лоб спрашиваешь, а ты одобряешь войну в Украине? И это, ну, они все сразу ссад начинают, ну, на публике как-то очково, правильно, потому что это, ну, ясно, что одобряют, но если громко скажут, потом уже это, типа, хоть у них там и ники всякие, и Боб Смис, да, хер знает, что танк там 157, все равно, блин, их вычислят, правильно? Поэтому они ссад, они ссыкуны страшные, но один этот комментарий понравился, знаете, ответ, я вот так спрашиваю тоже в лоб, ты одобряешь или нет, кончай, это юлить тут, блядь, и ссад кругом. Это войны нету, есть спецоперация, Украина сами даже войны не объявили Российской Федерации, понимаете? Это вы украинцы виноваты, вот вы им войну не объявили, а эти твари сидят и ждут, понимаешь, у них спецоперация, а если вы им войну объявите, все, о, значит, Украина объявила войну России. Вот такая вот система, блин, значит, ничего нету, блин, что вы воюете, зачем убиваете безвинных российских солдатиков, никакой войны нету, есть просто спецоперация, а вы, значит, эти танки, блин, поджигаете, и товарищей этих чуть-чуть убиваете, зачем так делаете, нету же войны, блин, проснитесь, очнитесь, блин. Меня вот иногда обвиняет, я вот, ты такой герой, ты только про нас трепишься, русофоб долбанный, а про все остальное боишься, а что других не защищаешь, а что за евреев ничего не говоришь, говорю, смотри, видишь, кошерную соль, жру, блин, день и ночь жру, кошерную соль, а вы, блин, обвиняете меня еще. Давай день камеру поставим, смотри, что делаем, смотри, видишь, кашу расфасовываем по баночкам, видишь, вот сколько, для кому, для собачки, почему, потому что собачка старенький совсем. А вы знаете, что у динамита это самое, братишка такой был, видели, наверное, кто с нами давно уже дружит, это иногда на съемках он попадался, пейсер назывался, ну, дочь Эрика с Джошем взяли его в приюте, ну, он какой-то ненормальный был. Так, это сбег по фазе немножко, ну, боялся всяких громких этих звуков, ну, это многие собаки, так, знаете, да, однажды он машину, они его заперли в машине, а был какой-то этот праздник там, ну, типа день чекисты, фейерверки и все, и он очень испугался и порвал всю обшивку в машине, всю обшивку порвал. Ну, они поехали там где-то, как у вас называется, разборки, да, нашли другую такую же машину и поменяли, ага, ну, ну, короче, этот пейсер, это самое, нет, давайте вернемся обратно. Вот это я когда служил в армии, служил в Молдавии, и про румынов очень любили рассказывать там анекдоты и шутки всякие, и вот, значит, это стоит солдат на посту, а командир говорит, бляха-муха, тут пришло это самое, из дому, короче, позвонили, его родители погибли, это в автокатастрофе. Нужно как-то пацану сказать, а как правильно сказать, ну, с оружием же, пацан с боевым, правильно, там, эта крыша поедет еще, ну, и нужно как-то вежливо так, ну, румын говорит, сержант, я знаю, я пойду. Ну, и приходит, это, ага, ну, и говорит, там, я уже забыл, как это, имена. Эй, у тебя папа есть? А тот говорит, есть. А мама есть? А тот говорит, есть. Он говорит, хер у тебя они есть, померли, они, понял? Ну, это такой дебильный, плоский, да, такой-то, ну, четкий русский юмор такой, потому что все остальные чурки. А мы умные, правильно, они так считали. Ага, ну, это вот, теперь вернемся к пейсеру, он тоже помрал, пацаны, помрал. Ну, вообще, последний не встать не мог, то все, и пришлось это усыпить. Кушать отказывался, пить отказывался, ну, что, мучиться, правильно? И динамит, это тоже близок к этому, блин, еле-еле, часто приходится поднимать, блин, ага, не может даже это. Ну, так, пацаны, ну, я не об этом. Зачем я включил камеру? Давайте вот, да, разложим все эти херойные. Короче, знаете, вот в комментариях часто это, ну, люди говорят, вот ты герой такой, там, из-за бугра, там, это, кизяком кидаешься. И я им так отвечаю, по чесноку, знаете, это, да, пацаны, это правда. Потому что, если бы я остался в совке, я был бы такой же, как и вы, говорю. Я бы так же это язык в задницу бы засунул. И, ну, я себя знаю, свой характер, я бы просто очень мудро так бы всем говорил это. Ну, нахера ты дергаешься, ну, сиди спокойно и не рыпайся, и мимо пронесут труп твоего врага. Живи, как премудрый пискарь просто, правильно? Ну, и это, ну, понятно, да, короче? Чем меньше чирикаешь, тем дольше живешь, и что это против ветра писать, правильно? Ну, я все эти поговорки знаю, короче. Я бы так это людям объяснял, а не просто объяснял бы, а мудро так, мудро, понимаешь, так говорил бы. Ну, с такой мудрой усмешкой. Ну, если честно, меня бы уже живых не было, я бы сдох там в совке, блин, от всего этого, от махорки, от всего говна. Ну, в любом случае, вот такую бы политику гнал. Но, пацаны, есть одно большое но! Огромнейшее, огромнейшее но! Знаете, если бы вот это, всю парашу бы мне втюхивали эти соловьи, кисели, то все, по телевизору я бы сидел так же, как и вы смотрел, и все. Вот да, гейропа, это гандоны, то все, блин. Нахер нам их не, блин, эти ядовитые менталитеты, правильно? Все там, ну, в Макдональдс, конечно, поздравишь в очереди, пожрешь, как это лучше в мире ресторан же считается, да? Или считался в совке. Не в совке, а когда совок развалился. Ну, в любом случае, ладно. Ну, короче, я бы всю эту парашу хавал бы, как и вы. Но, есть одно большое но! Знаете, если бы вот хоть один человек, даже не один человек, а есть же интернета, да? И вот там шаришься, на ютубах где-то там это хера, какие-то комментарии читаешь. Ну, если умеешь читать, да? Иногда, если читаешь вообще. Обычно просто дрочишь и смотришь. Ага. Ну, это если бы прочел, и кто-то бы, хоть один человек бы сказал. Да, все так, злобные нато, гейропа, гандоны. Но, бляха-муха, все наши вожди, олигархи дома там, дети там, семьи там, бабки там, образование там, лечатся там. И, сука, тут бы я, пацаны, задумался. Ну, честное слово, я бы это перестал бы бегать и тоже это, и это самое, целовать Киселёвых в жопу. Я бы просто задумался и понял бы, чё-то не то! Чё-то не то! И вот этого не хватает, вот этого маленького ключевого фактора мне не хватает у русской ваты. Когда вот все эти, блин, эти песочные замки, блин, карточные домики рушатся одним просто лёгким щелчком, а у них лоб до того твёрдый, что этот щелчок, значит, не пробивает его. И вот это, вот это грустно, вот это безнадёжно, это действительно вата, это просто отстой, это, это если они не могут даже осмысливать и как-то вот это, ну, когда есть, ну, точный фактор. Знаете, вот кричишь, вот херак, херак, там это, блин, солнце всходит на западе, а оно херак и всходит на востоке. И ты смотришь и думаешь, чё-то не то, где-то я заблуждался. И вот отсутствует, у этих людей это отсутствует. И вот это, это приматы просто, ну, тут уже бесполезно, пацаны. Ну, заодно, пока не забыл, хочу извиниться перед украинским народом. Боюсь, боюсь уже слово это в рот брать, как ударение там правильно. Ну, недооценил. Ага, я думал, они, правда, средневековые, такие, как мухосранские, российские. Нихера подобного, ну, связался с это, ну, короче, понятно, да, оказывается, это, они всё делают правильно, они все, все эти жертвы, они, значит, всё тщательно обследуют, документируют, собирают показания, в том числе и ДНК. И также есть все данные доблестных, значит, чекистских этих сволочей, которые, какая часть, какой командир, какие солдаты пофамильно, где служили, где стояли, где были расположены, и когда, и какого числа, и всё это произошло. Так что это, я недооценил их интеллект. Молодцы, ребята, спасибо, благодарность вам большая за это. Работайте, просто продолжайте работать, когда истребляешь крыс, когда воюешь с заразой, нужно методично, правильно, систематично подходить и работать. Удачи вам. Заодно хочу покаяться перед всем народом. Я тоже немножко козёл, я тоже провожу спецоперации. Ну, спецоперации несколько другого рода. Вот у этой собачки, оказывается, с 2011 года этот глаз уже такой, тётя Оля вчера нашла там доказательства, когда это произошло. Ну, то есть уже 10-11 лет товарищ с этим глазом живёт. Постоянно накапливается там эта жидкость, и постоянно приходится, чтобы избежать катастрофы. Иногда он чуть не помирал уже, бывало, пока ждёшь, пока там всё воспалится, и само лопнет. И поэтому протыкаю. Ну, и поэтому я приспособился. У меня есть такое анестезирующее какое-то, которое это делает. Ну, понятно, да, не чувствительное, не так больно. Потом есть такая игла, которую мы протыкаем и спускаем, всё. Ну, не надо на слову спускаем смеяться, ладно? А вот это ухо, потому что, когда глаз ему вырвали, эти гады, то эта вся сторона парализована как-то, и у уха тоже прекратились функции очистки, и приходится это промывать, и потом это преднизолонами какими-то там мазать, буржуйскими. Ну, короче, периодически повторяем такие операции. Вот так вот, спецоперация, значит. Блин, пацаны, дошло. Вот теперь я точно на Нобеля потяну. Есть идея, потрясающая идея. Короче, телевидение все эти, соловьёки себе нахер не нужны. Так и скажите, Владимир Владимирович. Налаживаем производство вот этой вот фигнюшки, и всё. И потом просто нужна дрель, и каждому человеку в голове делаем дырочку. И потом просто приходят они, это периодически, там, раз в неделю или раз в месяц, впрыскиваешь им туда, это, в башку вот эту херню. И всё, она точно так же отупляет, обезболивает, притупляет это. Ну, короче, отмирает там всё. И в то же время есть вроде нормально, ходит так это, первачок пьёт, то всё работает на демонстрации. Ходит за правительством, голосует на выборы, ходит и всё. Это, я думаю, это лучший вариант, чем это. Люди надо вещать, то есть всё, блин, этим киселям надо лимоны отстёгивать, чтобы они тоже могли там себе что-то где-то в прократых натах что-то купить. А тут почти бесплатно, вот такую парашу только наладить и всё. Даже может, 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 просто можно себе горелку им туда, самогонку. Хрен его знат. Короче, поработайте над этим вопросом, пацаны. И вообще, не надо даже дырки сверлить, что издеваться над народом. По телевизору у них же через уши всё проникает. Всё, просто в ухи впрыскиваете, и всё. Хорошо только впрыскивать. Можно через нос, хорошо, если впрыскиваешь, тоже из ушей потом вылази. Уф, чёрта, женька приехала с города, значит, привезла продукты, все распаковала, всё расфасывала, значит, хотим ужинать, значит, готовить. Ну и только всё приготовилось, и херак, и свет отключили. Ну, думаю, всё, спецоперация. Ой, обосрався. Ну, и понял я, как пынь, когда однажды свет потух, как пынь, обосрався тоже. Ущи чекисты одинаковые, однако, страшно, хлопчики, это очень страшно. Ну, а смотри, что привезла, женька. А потом анбоксинги будем делать, смотри. Ко-ро-о-бочки у всякие. А вот такую коробочку видал, и даже не просите. Теперь только на вы, шёпотом. Иваше теперь разговаривать, даже с вами не буду, теперь я всё, буратино. Ама-3 для бобката фильтрчик. Вот поставим, но... Дурят, ну шо, брата, если пойдёшь в бобкат-фирму, тебе, блин, 250 тысяч, 187. Хочут за пару фильтров, за топливные, за этот самый масляный, и ещё за пару штук, там, воздушные, то есть наборчики продают, дебилы, блин. 15 баксов, блин, в любой конторе купить можешь, тоже подходит, тюдельку-тюдельку. Так, хлопчики, с тех пор, как я начал, значит, выступать против фашизма, на меня стало так много людей наезжать, и что я такой чмо, и вообще здесь живу плохо, и бедно, и всё такое, блин. И я прямо расстроился. Я сегодня надел красивую рубашку, хорошую, значит, я заправил эти штанишки в носки, чтобы это круче выглядеть, вот так. Ну, а что, назло, эту кондуктору, это самое, пили ментам, наденем каску, пойдём в клуб пешком, так это мы делали, ну, и, значит, это, назло, вот всем на велосипеде не буду ездить, штанишки заправлю. Так, что ещё хотел сказать, анбоксинг, сегодня анбоксинг. Ну, в начале политическая информация, значит, ребята просят, там прокомментируют про то, прокомментируют про то, прокомментируют про то, про десятый, про десятый. Там нельзя, пацаны, вы в Северной Корее, блин, там пёрнул, всё, стёрли, пёрнул, стёрли. Ну, что, только слава Путину, героям слава, там, можем писать, и всё, блин, ну. Прокомментирую про Женоску, ну, что, я уже комментировал немножко, блин, ну, ну, Женей сказал, жерик сдох, всё, ну, ну, в принципе, ну, 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 даже обмывать не будем это дело как-то, ну, 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 просто это, лицо нации, лицо русской нации. Быдло, мерзость, наглость, развязность, тупость Чисто военный такой кретинизм Перешедший в оголтелую быдлоту Дороготы да какой-то Все вот эта гадость, эта мерзость в кучу собрана Герои России, национальная гордость Президент, да, какого-то Донецка или Луганского, наверное, там, или еще чего-то, блин Май-гош, май-гош Так, и чтобы не говорили, что я тьму, а ничего, сегодня не кухонным ножом, а красивый Смотри, какой-то ножик нашел Так, короче, пацаны, пришли коробочки Это я знаю, что такое Помните, я вам рассказывал, хочу, значит, вместо сидюка и драйва Воткнуть туда такой переходничок И старую плату воткнуть и посмотреть, могу я ее спасти или нет И вы даже мне посоветовали, положи ее в морозилку И может шанс улучшится Так и сделаю, пацаны, так и сделаю Если не надо, я к эскимосам поеду, блин Мы с этой платой поговорим А нет, так нет, нафиг, я уже переболел Ко мне тут это, а, можно так это С ножа кушать нельзя, а тупую голову чесать можно Ага, вши какие-то, блин Насмотрелся там, в Чернобыле, в лохе, размером с кузнечка, блин Ага, русаки потащили по закромам теперь Великое необъятное, блин Ну, это что я хотел сказать, блин Тупой, блин, тупой, охотники стучатся Дядя Вол, помнишь, мы тебе два года назад бабки башляли Мы тебе по новой готовы заплатить депозит Только хотим приехать, только хотим на медведяло Ты самый крутой отфитер, то все Ну, говорю, приезжайте А эти данные, там, номера все Я говорю, у меня компьютер сдох, у все пропало, блин А потом я уже умный, умный, блин Иду, блин, по навозу там ковыряюсь, курей, там, кроликов пинаюсь И думаю, япона, мама А эти данные, они ведь мне и мельчиком присылали И я пошел, и мельчики старые поднял, и все нашел, блин Пацаны, храните деньги в банке, блин, стеклянной трехлитровой А данные в имейлах, блин И будет вам счастье Так, пацаны, пока не забыл Тяжелые времена, война, значит, спецоперации Гречечку, гречечку, затариваем гречечку Купили, значит, ну, не та, не та, не российская Буржуйская, нехорошая Но тетя Оля все равно купила Так, фильтр я вам показал, фильтруйте Фильтруйте масла, базары, все фильтруйте, блин А пацаны, еще знаете, вот вы меня воодушевляете Воодушевляете, блин, хамуха И не то, что воодушевляете, а даже это как-то, блин Требушите, блин Я вот этот, ну, сижу здесь уже сколько лет, блин Вообще никуда я выживаю Ни в Европу, ни в Херопу, никакие Ни Кубы, ни Таиланды, блин, ни Таймани, блин Ничего, блин, да не Доминиканы, блин Хорошо, ништяк здесь Ну, сука, показали, блин, яхту во Владивостоке И мне так захотелось, так захотелось Я аж ночью не спал Я плакал в подушку Ну, так хочется пойти тоже со всеми этими счастливыми людьми Посмотреть, вот она стоит Красавица, пришла в наш Владивостокский порт, значит Яхточка нашего, значит Любимого олигарха Посмотри, вот что нужно сделать Это вместо больниц, вместо школ Вот, ну Вот они, вот они Мои геморрои, мои ипотеки Блин, ну, вот они Те автомобили, которые, на которых я мог бы ездить Или те дома, в которых я мог бы построить и жить без всяких ипотек Вот она, красавица стоит Вот такого у меня еще не было ощущения Хочется, хочется Ну, блин, вы дебилы, пацаны Смотри, смотри, что купил Смотри Пятипортовый гигабитный свитч Блин, ох, свитчевать будем Ёлки-палки Что-то тяжелое Вообще, амазоны что-то хитрят Смотри, они вместо коробок Теперь стали делать эти самые Бумажные мешки Ах да, пацаны, вот эта яхточка еще Вот она, красавица стоит Вот она Это вот мои дети в черных мешках Приходящие домой из бессмысленных войн Дебилы вы, блин Смотри, мечтал Сто лет мечтал Дорогие подлюка Это знаешь, что? Это фильтр, короче, фильтровать не базар А это, солярку, солярку Ну, и это И переходник Переходник, блин, 30-40 баксов стоит И это фильтр тоже, блин Сдурели, я пошел искать херак Нашел там где-то за 40 баксов все вместе, блин А я умный, я умный Я читаю С детства Я смотрю, сбоку написано А другие покупатели, может, дешевше продавают Я туда херак мышом, блин А показывают Вот в мене є коробочка Вона помята, то все, блин Но внутри железяка цела Будешь, брат, и браток За пол цены Да, конечно, горбуду Да мы же, блин, вдавимся, блин За халяву И взял Купик Бляха-мока Думайте, пацаны Думайте, блин Так еще Нихера себе Так амаханька Камеру купил, пацаны Камеру Хочу наблюдать за всеми стриптизами, блин Везде, блин А это Ну, думаю, сейчас это интернета будет Крутой Я везде камеры поставлю И все буду, блин Как пыня нафиг Все буду знать, блин Ну, я не ожидал Что такая маленькая Аккуратно, блин Говорят, хорошие, блин Не знаю Я, короче, одну взял на пробу Знаешь, что-то же говорят Типа с нее там аудио Там что-то, типа, вот Снимает Там кто-то херак Там идет И тебе не нравится И ты ему Эй, ты, чувак Не так летаешь Там, не там ходишь Нафиг И он херак шуганулся И убежал Ну, как-то так И, пацаны Вообще, блин Что-то в прайм Они мне послали Нахер мне прайм, блин Я всегда говорю Ждите своим праймам Это лохотрон Для этих самых Для телевизионных патриотов, блин А ножик как режет Видите, как по маслу все Вообще не буксуем сегодня О, это ваше Это ваше Новое слово, знаешь Знаешь Казахи придумают Меш Называется Меш Короче, тебе это Вот поставил там Все эти свои Ну, знаешь, эти Всякие компьютерные дела Там Телефончики Херончики Там все Алло, там это Как называется Вот это Яйцо Там Гугловские Там Ну, всякие Знаете Там, окей Гугл и все Это И херак Весь дом Забил этим говном А они с другом Должны общаться Правильно Мешаешь Меш Получается Меш Прямо уж Туда Пойдешь А у тебя До сих пор Связь отличная Прямо идешь И читаешь У себя Там это На телефоне Что-то Ну, читать Не очень можешь Ну, картинки Смотришь Хотя бы Вот Хороший Так, пацаны Дурака не валяйте От Канадостанского Информбюро То, о чем Так долго Мечтали Наконец Это самое Вы знаете, пацаны Вот когда ты Это самое Ну, короче Помераж Помераж Пить и хочешь Допустим Да И херак И все Ты уже помераж Ты уже все Уже там Уже там С Аллахом Уже разговариваешь И тут тебя Друг пинает Это я тебе Вассер принес А ты уже все Уже, говоришь Не надо Вот так и я, пацаны Я так хотел Вот эти старлинки Илоня Маска Значит С прошлого февраля Прошлого года Значит, блин Подписатый был Каждый день Ходил Смотрел На небо выходил Радовался Когда Илоня Спутники запускал Когда один раз Солнечные эти вспышки Один бач Кончили, блин Переживал Плакал Рыдал Молился И перегорел я Хлопцы Перегорел А потом началось И вообще безумие В этом году Весной Значит Всем И мыл И счастье Вот тебе Старлинки Вот тебе Панама Блин Гуляй И все вокруг Пищат Везде на фейсбуках Группы есть Старлинг Соскач Иван Старлинг Канада Старлинг Проблемки Старлинг Счастье Старлинг Хакеры И я везде подписан И там каждый день Постой Ой я прямо Это включил А у меня 200-600-879 Мегабитов В секунду Я обосрался От счастья И я это все Это я перегорел Пацаны Я перегорел И теперь потом Когда они мне дали Этот Старлинг Я говорю Идите нахер Я хотел быть Пиршим А стал Остатним Блин Ну Всю жизнь Вот так вот Всю жизнь Вот так Отсасываешь Ну И еще Это самое Вообще Это Вместо сказки Уже Это была Круглая-то Рылочка А теперь Квадратная А у квадратных Ты не можешь Кобелечку Воткнуть Чтоб вот это Что-нибудь Поэтому Надо это Адаптер Специальный Адаптер 50 баксов А не дефицит Это я Снимаю Так плююсь Блин И еще Это И ждать Два месяца И вся Эти маразмы И потом Это Теперь опять Якобы Будут Круглые Дилоты И Ну Есть и хорошие новости Что спутников Стало намного больше И эти моторчики Уже там Тарелки Почти не нужны Один раз Навелась И стоит И потом уже Лучом Просто их так Воет Потому что Их до хрена Помашь Но Как-то вот так Но Блин Пацаны Кабель Кабель Как я вам сказал Уже из жмыха Из соевого Делает И эти мыши Блин Сволочи Бурундуки И белки Его грызут Блин Обматывать Золотой фольгой Пришлите Пожалуйста Если золотая Хоть серебряная Тоже пойдет Титановая Пойдет Шлите Я обмотаю Ну Так Ну что еще Хотел сказать Ну и все Наверное Ждете Анбоксинга Анбоксинга Не знаю Пацаны Давай я вам Просто это Ножик положим Он острый Блин Не дай Вот я вам Просто коробочку Покажу И все И решим Что это был Анбоксинг Ну Все пацаны Не болейте Не чихайте Езжайте Во Владивосток Посмотрите На яхточки Проедьте по России Посмотрите На черные мешки Блин Фронтовики Возвращаются С фронта Опять с победой С радостной вестью Ну и как-то так Держите хвост Пистолетом